Вопросы славянского интернет-радио «Голоса Мидгарда» 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 образом сохранится и пришло понимание что придется отвечать за ситуацию бывшую во время великой отечественной войны когда огромное количество приходов порядка 2000 находившихся в составе так называемой псковской миссии полностью и безраздельно перешло на сторону фашистов и фашизма полностью поддерживала германские войска полностью осуществляла ну скажем так и идеологическую и это очень смешное слово но я его употреблю так называемую духовную поддержку тех кто шел во власовскую армию тех кто шел в подразделения казачьи которые тоже воевали в составе частей сс и в другим германских структурах и вот массовость этого в общем предательства безусловного предательства когда пелось много лет и гитлеру когда кожаные ссовские генералы встречались крестными ходами монашеством с хлебом солью с иконами вот для того чтобы объяснить это предательство и потребовалось соорудить этот миф о какой-то чрезвычайной жестокой обиженности в советское время в раннее советское время при том что в общем надо сказать что большевики конечно еще те негодяи но в общем повели себя в основном довольно ну не изобретательна если не сказать разумно дело в том что вполне возможно было бы такие предложения были по факту обнаружения в мощевиках откровенных фальшивок а известно что вскрытие мощей производились тогда в девятнадцатых восемнадцатых в двадцать первых годах производились в присутствии духовенства в присутствии западных корреспондентов в присутствии бесконечных понятых и это явно были не большевистские выходки и не натяжки скажем так ранее антирелигиозной пропаганды это была правдой когда обнаруживались там так вместо мощей саввы сторожевского обнаруживались куклы из ваты а вместо мощей павла обнорского кусочки досок старые монеты банка фиксатуара броккар стружки кирпичи вместо мощей ефрема новоторжского череп кирпичного цвета много ваты и 6 лишних костей а основными находками были полуразвалившиеся как например у сергия радонежского изъеденные молью тряпки вата полуразвалившиеся кости массы мертвой моли бабочек и личинок в черепной коробке в новощенной бумаге недавнего происхождения свежие волосы это все задокументированное даже все снималось и тем не менее большевики хотя такая идея была не возбудили уголовные дела за мошенничество потому что мы помним сколько на этих мощах заработала русская церковь денег элементарно кружечного сбора свечного сбора и с учетом того что вскрытие мощей показали массовость и обязательность обмана тем не менее эти уголовные дела за откровенное мошенничество возбуждены не были то есть можно говорить о том что в общем советская власть была и не изобретательна и не очень интересовалась как бы и не очень кровожадно потому что так называемый ленинский декрет ленинское распоряжение о том что попов надо убивать как показали четыре недавние экспертизы являются абсолютной фальшивкой но повторяю необходимо было заранее заготовить оправдание тому в общем дикому факту что церковь позиционирующая себя как некая патриотическая организация великую отечественную войну там где появлялась возможность перейти на сторону неприятеля советского союза переходила безоговорочно и более того то что называется с огоньком и воодушевлением второй чудесный вопрос это вопрос о разгадке влияния сегодняшнего влияния церкви когда мы все равно видим что довольно большое количество людей охотно несут свои сотенные тысячные бумажки в обмен на те магические услуги которые им продают в церкви но я вам скажу здесь работает то что называется фактор под названием сила сценизма сценизм это как раз воздействие на человека всех этих атрибутов пафосных бород бижутерии золотых серебряных парчевых нарядов и всего в таком духе если вот вы способны то я вам рекомендую произвести такой очаровательный мысленный эксперимент не поленитесь посмотреть какую-нибудь религиозно-пропагандистскую передачу и мысленно возьмите гундяева смирнова любого из нынешних пропагандистов идеологии рпц и мысленно постригите их коротко сбрейте пафосные бороды и переоденьте этих персонажей мысленно в маечке или футболочке ну еще и пафосный фон тоже можно заменить на что-нибудь попроще и тогда сразу станет очевидно анекдотичность того о чем они говорят если у вас получится этот мысленный эксперимент то я гарантирую вам незабываемое по веселости ощущение так еще один кстати говоря очень разумный жесткий да и вроде бы очень неудобный но тем не менее очень хороший вопрос вопрос касается суворовских кутузовских солдат которые шли в бой как бы да с именем неких либо богов православных либо неких святых и в общем демонстрировали преданность образу этих богов или святых вопрос разумный но вопрос не вполне корректный потому что когда мы говорим о солдатах кутузовских солдатах которые накануне бородинской битве битвы целовали там образ смоленской иконы так называемой божьей матери то возникает вопрос а у этих солдат был какой-нибудь выбор что целовать да и с именем какого бога или вообще с чьим именем идти в бой был ли какой-нибудь выбор и был ли выбор этих солдат свободным вот вся история репрессивного аппарата знание того каким образом насаждалась кровью побоями казнями пытками насаждалась и поддерживалась православие на протяжении 700 лет знание того что малейшее отклонение от господствующей примитивной торжествующей православной идеологии немедленно пресекалась наказывалась и вытравливалась позволяет нам сомневаться в искренности тех чувств которые должны были по логике авторов вопроса испытывать солдат может быть он захотел бы идти в бой если бы у него была свобода выбора за перу на или за азириса за фрейю за тора или вообще не за кого а просто за себя из-за своих детей или за некую патриотическую идею но и не надо забывать что к этой репрессивной составляющей когда пресекалась любое и когда никакого выбора собственного мировоззрения на протяжении почти 700 лет человеку не предоставлялась за него всегда решалась в кого он будет верить и это решение со всех сторон обставлялась кнутами палками штыками угрозами каторгами кандалами и другими атрибутами скажем так святой руси совершенно непонятно какой бы выбор сделали эти все люди если бы у них была свобода я думаю что эти выборы были бы разнообразными и весьма далекими от тех православных идеалов которые сейчас рисуются вот в убочно православных книжечках дело в том что этому есть подтверждение мы видим что как только как только рухнула репрессивная церковная система мгновенно церкви потеряли своих прихожан мгновенно православные идеалы девальвировались обесценились и если бы не скажем так периодически возникающая подмога государства то вероятно к сегодняшнему дню уже православной церкви как таковой бы не существовал потому что выбор всегда был не свободен и наличие необходимость не только в тех законах и уложениях уголовных наказаниях о которых я уже говорил но и средневековая реальность которая предлагает нам в качестве факта огромное количество именно строго репрессивных рамок для мировоззрения русского человека в общем доказывает что выбор добровольным этого православия не было еще один замечательный вопрос это вопрос о моем отношении к язычеству к язычеству в данном случае русскому славянскому язычеству но что касается религиозной составляющей то она мне как бы непонятно мне как атеисты ее невозможно воспринимать всерьез что же касается составляющей ну скажем так исторической и нравственной то здесь у меня мнение есть конечно конечно можно говорить о том что в отличии например от православия языческий выбор сделанный в свое время создание языческого пантеона это было делом свободным это было не навязанным не держащимся на жестоких и безостановочных репрессиях к тому же мы видим вкорененность славянской языческой религии вкорененность которую попы не могли победить много-много-много сотен лет я уже говорил что наверное не существовало в европе другого народа у которого были бы змеевики вы знаете что такое змеевики это некие образки которые носились на груди и на одной стороне образка был языческий древнеславянский русский символ но другой изображался один из персонажей древнееврейского фольклора то есть символ православный это как бы был такой компромиссный компромиссный образок и власти вынуждены были мириться с тем что это русское язычество было поразительно живучим хотя оно не поддерживалось никакими возможностями государственного пропагандистского карательного или иных аппаратов в этом смысле можно говорить о том что да действительно русское язычество гораздо более свободный и чистый скажем так в историческом смысле слово выбор о религиозной составляющей я уже сказал я говорить не могу поскольку совершенно ее и категорически не понимаю еще один замечательный вопрос про наполненность семинарий и про то чем руководствуются люди которые туда идут ну вы знаете в свое время когда все было очень строго регламентировано и находилось все введение целиком комитет государственной безопасности там все было несколько понятнее но не надо забывать что ведь чем хороша церковь она хороша прежде всего тем что она дает приют возможность очень хорошо зарабатывать людям которые не наделены вообще никакими способностями ведь от них требуется обрасти пафосными бородами от них требуется костюмироваться выучить несколько заклинаний и это позволяет жить в общем на зависть многим россиянам очень бездельный и очень сытный жизнью при том что мы должны прекрасно понимать что это не просто голословие ведь когда я говорю о том что в основном основная 99 процентов масса священнослужителей попов это люди лишенные каких бы то ни было и одаренности и знаний я говорю со знанием дела и опираюсь здесь в данном случае на исторические факты опять-таки обратимся к девятнадцатым двадцатым годам двадцатого столетия когда церковь перестала получать дотации государства и попы вынуждены были бросить свои приходы и разбрестись по миру с тем чтобы зарабатывать какие-то деньги кормить себя и свои семьи и вот несмотря на то что бросивший приход поп как бы отказавшийся от религиозной деятельности достаточно всегда был обласкан властью тем не менее мы видим что в основном эти люди бывшие попы оказались способными только вот к профессии возщиков ломовых извозчиков водовозов в некоторых случаях правда им удавалось сделать карьеру неплохую по тем временам торговцев керосина при том что действительно в силу эмиграции в силу огромных людских потерь потребность в кадрах и у молодой советской республики в тот момент была очень сильная и все люди хотя бы с минимальными способностями в общем мобилизовались призывались и находили свое место в общественной жизни и вот мы видим что бывшее духовенство этого места именно по причине того что она не способна было никакому труду не обладал никакими знаниями и никакими умениями востребованы не было поэтому в общем с уверенностью говорим о том что действительно эта профессия не требует практически ничего и взамен этого ничего предоставляет и статус и возможность демонстрации себя на телевидении возможность скажем так но позиционировать себя как некое интеллектуальное или обладающие некими тайнами существо но подноготную и очень простую составляющую мы знаем ну и последний вопрос на который отвечу это вопрос о природе атеизма и о моем понимании атеизма атеизм штука замечательная для меня это синоним просто-напросто свободы и синоним право думать так как я хочу и естественно атеизм накладывает очень большие серьезные обязательства гораздо больше чем религия потому что если я требую свободы для себя то я должен признавать право на эту свободу за всеми остальными в том числе и право исповедовать то что мне представляется глупостью нелепостью дикостью но исповедовать и иметь возможность оправлять свои религиозные культы иметь возможность там носить на голове кастрюли любого цвета есть мясо своего бога с пением коллективно то есть это свободный выбор каждого в этом смысле атеизм конечно уязвим и он не имеет ничего общего с тем атеизмом который демонстрировался союзом воинствующих безбожников потому что это атеизм интеллекта это атеизм свободы атеизм